И так, ну что ж, арияру народ, микрофону мамору, и я рад представить вашему вниманию финальный эпизод выживания нашей любимой безмозглой колонии. Четырехсотый день колонии уже миновал, все части этого прохождения успешно собраны в плейлист и организованно ждут просмотра всех, кто еще не ознакомился, что я очень рекомендую сделать для понимания всей картины происходящего. Для особо любопытных, список модов представлен в первой серии и с тех пор не видоизменялся. И это точно, бесповоротно, финальный эпизод этой колонии. Пути назад точно нет и быть не может. Не будем затягивать. Приятного просмотра. День четыреста первый. Кто бы сомневался, что новый стодневный цикл встретит нас с приключениями на нашей пятой точке. Си захотел посредине зимы прогуляться за территорию нашей колонии, а еще по более неведомым причинам захотел пообниматься зомбарями, обитающими за стенами. Пораженный недальновидностью интеллекта нашего бойца, колонисты объявляют всеобщую мобилизацию и спешат ему на помощь. Но как только прибывают основные силы, Си демонстрирует прыжковые способности своего экзоскелета и с легкостью преодолевает толпу зомбарей. А остальные члены колонии при этом смотрят на этого дебилушку, как на умалишенного, и верят Синий превращаться в мальчика, который кричал зомби. А вечером колонисты решают улучшить систему обороны нашей базы, о чем, возможно, мы еще пожалеем в будущем. Колонюги изучают и строят первую турель под калибр 5.56, не отличающуюся особой точностью, но на наш взгляд прекрасно подходящий в качестве подавляющей огневой силы против вражин. День четыреста два. Завершается строительство второго сервера для наших андроидов. Теперь у нас их два. Один третьего, который был построен ранее, а другой, который мы построили сейчас второго уровня. Построить сервер третьего уровня нам, к сожалению, не позволило нехватку золота в колонии. Но даже так, теперь у нас есть бесконечное количество халявных баллов, которые будут использоваться для понятия уровня андроидов первого тира. Для поднятия навыка на один нужно всего 300 очков, которые копятся буквально за минуту. Таким образом, лишь с использованием электроэнергии мы будем бесконечно тренировать андроидов и заставлять их работать на совершенно любых должностях. Правда, есть тут одна проблемка. Связана она с тем, что андроиды первого тира, коим является Эдуард, по своей конструкции несовершенны, что режет их скорость передвижения и работы. И если мы хотим, чтобы андроиды заменяли колонистов, нужно что-то с этим делать. И мы уже начинаем думать в этом направлении. К вечеру мы же создаем себе еще одного нового рабочего андроида, появляется Сева, и пока мы не разгоним его по навыкам в какую-нибудь профессию, он будет помогать Эдуарду с переноской. День 403. Мы создаем еще нового андроида, ее имя Клара, хотя не уверен насчет того, есть ли у нее гендерная идентификация. Как бы то ни было, это дешевая рабочая сила с перспективными бесконечными навыками. Пусть существует, качается и помогает нашей колонии в возделывании полей. Ближе к обеду Империя присылает нам задание, в обмен на парочку рейдеров она гарантирует нам милость короны. И мы, конечно же, соглашаемся на столь щедрое предложение. Через пару часов все нападанцы прибывают, и только тогда мы понимаем весь окружающий нас звездец. А ракетницы и пушки заставляют чрезмерно опасаться прибывших агрессоров. Атакующие у западной стены решили открыть огонь по своим, используя ракетницы. Поняв, что так нас не одолеть, они принимают решение отступить. Рейдеры с востока и севера потеряли большую часть своих лучших бойцов, пока добирали до киллбокса. В результате чего нам без проблем удалось одолеть оставшихся инвалидов. В ходе битвы с новыми турелями выяснилось, что турели хоть и ведут огонь по противнику, в большинстве своем мажут. Вследствие чего пули попадают в стену киллбокса, разрушая его. Основываясь на этом, мы принимаем волевое решение немного удлинить киллбокс для осуществления гиппокси маневров. День 406. С востока на нас идет толпа аборигенов, гранатометы, гранаты, ракеты, палки со взрывоопасной смесью, а у нас идет перестройка киллбокса в самом разгаре. Да еще и толпы зомбарей под окнами нет после предыдущего рейда, которые хоть маломальски могли как-то замедлить приближающихся вражин. Как и ожидалось, это сражение оказалось очень опасным. Рейдеры решили идти на пролом и полностью разбомбили восточные укрепления, даже не пытаясь идти по слабым местам, просто крушав все на своем пути. Нам удается выманить их на узкое пространство и, ведя непрекращающийся молоточный огонь на подавление, удается буквально выиграть победу из лап смерти. Любая ошибка могла бы стать колоссальной, и нам еще повезло, что в результате боя никто не был сильно ранен. И рейдеры всего лишь проломили стены и снесли пару турелей. Главное, что наша оборона не была прорвана полностью, основные ворота базы устояли, и орды зомбарей нам не так страшны. Ну а вот образовавшиеся дыры в обороне нужно стараться заделать, конечно, в максимальной спешке. Радость от победы была недолгой. Как мы помним, все заражены вирусом, и даже павшие противники могут восстать и начать агрессировать. Здесь чем? Нашим колонистам приходится и ночью вести боевые действия, только в этот раз уже против мертвецов. День 407. Нехватка строительственных рук приводит нас к мысли о рождении нового андроида Глеба. День 408. Непонятно зачем, Сива атаковал Трумбо, из-за чего Трумбо начал за ним охоту. Ему пришлось отступать в более защищенные зоны. Хорошо, что в киллбоксе есть караван, который мог бы помочь нам с обороной, подумал Сива. Но не все так просто. Караван обладает суперскими ракетами и умениями стрелять, особенно по своим. В связи с чем караван с ракет расстреливает Трумбо и себя, виня во всем нас. И полностью в ноль портят отношения с нашей фракцией и становятся с нами врагами. А так как мы уже с ними враги, и вот мы уже как бы рядом, значит надо теперь по нам стрелять. Из-за чего нам приходится вести ответный огонь, еще сильнее портят отношения. Хотя портить отношения с караваном не самая лучшая идея. И чтобы хоть как-то реабилитироваться, пытаемся наладить репутацию спасением не самых андроидных членов каравана. Но конечно же у нас это происходит с переменным успехом. Ну, подведем итоги. Всего три убитых Трумбо. Потому что один у нас сгорел. Полностью испорченное отношение с фракцией на пустом месте. И еще больше разрушения нашей обороне. Спасибо Сива. День 409. Строится первый сервер для взлома чужих андроидов. И тут же нас разочаровывает. Для эффектного применения подобных взломов нужно в раза в три больше, чем у нас сейчас серверов. А дороговизна содержания и крафта делает их, по нашему мнению, бесполезными. День 413. Очередной отстрел зомбарей, так усиленно мешающих нашему строительству. Все проходило в штатном режиме, пока Турель рикошетом не повредила охлаждающий модуль Эдуарда. Мы не обладаем технологиями для его вылечивания или создания аналогичного. Что очень на самом деле тупо. И все, что мы можем сейчас придумать, положить Эдика в морозилку и надеяться, что так он сможет ходить и у нее не случится перегрев. Ну, возможно, только если очень жарким летом. День 414. Начинается незапланированный перегрев компьютеров. Чтобы они не вышли из строя, нам приходится их выключать на время, пока не построим мы там кондиционеры. День 415. Завершается внешний периметр нового киллбокса. Теперь спешить уже некуда. И начинается постепенное его укрепление. Оборонное сооружение, мешки с песком по периметру, заделывание дыр в стенах и прочее. День 418. Завершено бетонное антирастительное покрытие киллбокса. И все первоначальные оборонительные сооружения возведены и готовы. Следующий шаг – это укрепление стен с западного и восточного направления. А также планируется избавление от зубрятника, так как никакой практической пользы от него давно уже нет. Лучше всего там будет разместить геотермалочку для питания турелек. Вечером мы завершаем изучение ускоренной клеточной регенерации. А это значит, что мы теперь сможем строить самые лучшие медкровати. День 420. Мы завершаем строительство одной из таких медкроватей. Это невероятно дисбалансная, невероятно классная и уникальная вещь, которая изменяет баланс игры в непредсказуемую сторону. Эта кровать пока работает, способна излечить абсолютно всё. Была бы чуть умнее, писала бы симфония. Когда колонист ложится на неё, она начинает как ни в себя поглощать электроэнергию, взамен восстанавливая утерянные ткани, ускоряя метаболизм. Простыми словами, она может абсолютно вылечить всё, что угодно, вплоть до выращивания новых конечностей. Читерна? Возможно. Но я считаю, что иметь в рукаве такой туз, способный вылечить всё, что угодно, просто необходимо. Но должен признаться, что у неё есть и свои минусы. Неограниченный аппетит в плане электроэнергии, из-за чего большую часть времени её придётся держать выгляженной, что в экстренной ситуации может сыграть не в нашу пользу. И таким образом, уже к концу этого дня, у нас не остаётся больных человеков и зверочеловека в колонии. Ну а вот то, что дроиды наши не самые здоровые, это конечно плохо. Но если бы и их рвать смогла лечить, то это был уже на самом деле перебор. И под ночь, к нам прилетает торговица, у которого мы покупаем силовую кошачью броню для векс. Возможно, дороговато, но мы считаем, что она это заслужила. День 421. Роза постоянно срывается из-за её титулованности. Истинные причины нам не ясны, но явные дебафы за титул дают нам повод избавить её от роли комиссара. Таким образом, новым комиссаром в колонии становится Флавия. И в честь этого мы решаем устроить небольшой геноцид для излишне расплодившихся курей. День 422. Новый андроид Таня вступает на помощь Розе в исследовательской эпопеи. День 424. Планированный киллбокс полностью удостроен. А так ли он хорош, покажет время и будущее нападение. День 425. Сева первая из андроидов получает 20 уровень в строительстве. И дабы отпраздновать это событие, на нас нападают толпы белых мишек, что... Ну ладно. День 426. Начинается перестройка рабочей зоны для ускорения процессов производства разного рода компонентов и прочего. День 427. Очередной недостаток турелей во всей их России. Они снова ранят андроида, на этот раз Глеба. Боюсь, и в этот раз полностью излечить его не выйдет. И мы решаем, что это нехилый такой звоночек, и пора бы уже всех колонистов наряжать в хорошую броню. Так наш Джоб первый получает произведенную в колонии великолепную разведброню. И до 438 дня не происходит никаких значительных событий. Только прокачка андроидов, реконструирование базы, ее починка и остальные рутинные дела. А уже 438 день поступает задание от Империи на удержание гнилокровного ослика. Так как он один, у нас есть надежда, что мы его не забудем. И он у нас может выжить. Тем более, милость коронную, которую мы получим за эту миссию, так сильно нужна для Джо. А под вечер недалеко от нас пираты разбивают лагерь с регулятором климата. Обещанная температура минус 10 градусов. Это, конечно же, не тактичные осадки, но и игнорировать мы этого не можем. Собираемся в поход и отправляемся на рейд. Отправляются у нас Вейкс и Джо. А в подмогу берут трех андроидов, которых будет не жалко пустить в расход. Чит день 439. Был обнаружен новый вид зомби-суицидников, которые проломили нам стену криперообразным способом. А учитывая, что такое может еще и повториться, нужно быть аккуратнее и как можно скорее заделывать новообразовавшиеся дыры. День 440. Караван прибывает на место и офигевает от сложности предстоящего рейда против превосходящих орд противников. На севере карты нами был обнаружен разрушенный домик, в котором было принято решение держать оборону бок о бок, плечом к ключу. Нам еле как удалось одержать победу, если ее можно так назвать. Двое наших живых колонистов серьезно ранены. Запасы патронов у каждого почти на исходе. Мы в сражении потеряли Таню, а зомби уже начали стягиваться на звуки выздоров и запах свежей крови. Бессонная ночь. Постоянная беготня от зомби. Подбирание оружия в патронов с трупов. Никто не может выдержать такой стресс на постоянной основе. И неудивительно, что Джо сорвался первый, а зомби все продолжают пребывать. К сожалению, генератор осадков нам удается разрушить только днем следующего дня. Состояние непрекращающегося стресса и постоянных кусачих нападений. И как только это происходит, не раздумываясь, мы как можно скорее бежим на базу. 442 день. Караван прибывает в наше поселение и отправляется на заслуженный отдых. Все, кроме андроид, в котором он не требуется. 443 день. Мы создаем себе первого суррогата четвертого уровня. Это тот же самый андроид по факту, но без возможности мыслить. Просто пустая оболочка. Как оказывается, для того, чтобы им управлять, нужны специальные импланты, которые пока мы еще не изучили. Но приложим все свои усилия, чтобы осуществить переселение разумов. А некоторое время спустя мы создаем себе нового взамен утраченного андроида Сильвестра. В этом я считаю их несомненный плюс. Они очень дешевые и их очень легко заменить. День 444. Каким-то образом зомби прорвались в наше холодильник, где в этот момент находился Си. При схватке с Коим, каким-то образом Си смог оставить свой плазменный резак в этом зомби. А вытащить его обратно уже не смог. В результате чего он был слегка покусан. И только благодаря своей временной помощи колонистов был спасен. Пришлось ему какое-то время проводить в медподе, чтобы не подхватить инфекцию. И как оказалось, эта суперская кровать способна помочь и от вируса зомби. Правда, только на начальной стадии, что уже более чем хорошо. А из-за проникновения зомби, теперь все колонисты будут обшаривать абсолютно всю базу на наличие подкопов. Ведь только нам этого и не хватало. День 448 поступает задание на постройку достаточно большого монумента за очки короны. И мы с радостью это задание принимаем. День 452. И на удивление, квест по спасению гнилокровной козы успешно выполнен. И это первое успешно спасенное животное на память колонии. Теперь же встает вопрос, было ли использование передовых медикаментов на этой козе? Столь оправдано. День 456 завершается исследование чипа VX1, который позволяет переносить разум колонистов в суррогат. Так как эти чипы можно внадрять и в андроидов, мы решаем сконструировать один из таких чипов и внедрить его андроиду первого уровня. Так бы мы смогли получить ни в чем не нуждающуюся машину с легкой прокачкой всех умений и самым передовым телом. К сожалению, эти чипы первой модели поддерживают возможность управления максимум одним суррогатом. Но есть и такие, которые могут позволить управление вплоть до четырех. То есть при желании, вообще любые дела, эти самые андроиды будут щелкать как семечки. 457 день. Заканчивается постройка монумента империи, благодаря чему Джо получает возможность еще раз улучшить свой титул. И я думаю, это прекрасная возможность поговорить о большой проблеме, связанной с этим. Все дело в том, что Джо и до этого момента мог получить уровень. Но, по непонятной мне причине, несмотря на все нормы соблюдения, шикарный тронный зал, спальню, просто не прилетают имперцы. Для колонии не возникает квест и все тут. Даже нет никакого связанного с этим задания. Я разные варианты пробовал, пытался дать больше очков империи. Пробовал просто передавать титул. Пробовал передавать титул по наследству. Но все безрезультатно. Как я могу судить, это просто очень обидный баг, из-за которого возможности империи перед нами закрыты. По дальнейшему прохождению я буду еще пытаться надобыть очки короны, но, к сожалению, довести нашего Джо до абсолютного божества теперь вряд ли уже выйдет. Если у кого-то есть идеи на этот счет, комментарии всегда открыты. День 460. Нейронный чип был внедрен в Глеба, благодаря чему он имеет возможность управлять суррогатным Глебом. Как я уже и говорил, прокачать его способности делал каких-то нескольких дней. Здесь чем у нас в колонии бегает универсальная машина для любых дел, не испытывающих абсолютно никаких проблем с настроением. И только лишь иногда требующие подзарядки. День 462. Вырезала ожидаемая проблема имбовости. То, что при солнечной вспышке или прочих проблемах с энергией, у нас суррогаты будут отрубаться, но при этом они не перестанут быть суперкрутыми. Особенно, если мы сможем произвести суперчипы на несколько суррогатенков. День 464. Заканчивается перестройка кухонной зоны, в частности, холодильника и самой кухни. Теперь они стали более просторными, благодаря чему у нас есть возможность хоронить большее количество мяса и яиц, которые производят курицы в каких-то просто колоссальных объемах. День 467. Начало конца. На нас нападает, наверное, самый серьезный противник за все время. У них куча милишников, куча ракет, гранат. Им абсолютно пофиг на наши оборонительные укрепления. Они будут идти напролом. Принято было волевое решение разделиться на две группы. Часть колонистов из стилбокса попытаются оттянуть на себя основные толпы врагов, нанося по ним дальнобойный урон. А небольшая группа по главе Си будет ждать зубрятники на случай прорыва. Среди них Флавя, Зоя и еще парочка андроидов. При прорыве все шло поначалу по плану. Рейдеры проломили северо-восточную стену, и команда Векс начала по ним шквальный огонь, нацеленный на привлечение внимания. Их была задача по максимуму оттянуть на себя врагов. Ведь если рейдеры пройдут через зубрятник, то сражение будет происходить не на наших условиях, и велика возможность потерпеть колоссальное поражение. У команды Векс, к сожалению, не выходит приманить всех противников. И случилось то, чего мы так сильно не хотели. Парочка щитоносцев все-таки проламывают стену зубрятника, ведя за собой прорывную группу. Прорвавшись в зубрятник, они натыкаются на команду Си, выжидающий в засаде, и только наш доблестный милишник теперь, в своем невероятном костюме богомола, отделяет нас от полного разгрома. Сражение только началось, а у нас уже есть раненые. Но нет страха за жизнь, пока есть медпод, и пока есть всегда возможность успеть до него добежать. Но вот шальная пуля поразила доблестного Эдуарда, самого первого нашего андроида, которого нам теперь будет сильно не хватать. Потери со стороны атакующих все равно больше, и наши клонисты не теряют надежды на победу. Но в суматохе одному рейдеру все же удается пролизнуть уси под ногами, и Флавия по воле случая оказывается на линии огня. Непонятно, чья это была пуля, да и какая уже разница, если Флавия, наш доблестный повар, находится на грани гибели, и счет уже идет на секунды. Зоя рискует собственной жизнью, спешит стабилизировать жизнь павшего товарища. Рейдеры осознали, что они не на тех напали, и приняли решение текать поскорее, пока хоть кто-то остался живой. Но оставшиеся в силах держать оружие колонисты до последнего ввели огонь по убегающим агрессорам. Флавию молниеносно уносят с поля боя, и вот она уже умет отсека. Но рукавая волшебная кровать не включена в розетку. Зоя пытается своими силами зажать кровоточащие раны, но слишком уже поздно. Флавия, потерявшая слишком много крови, делает свой последний вздох. Мы одерживаем победу в этом сражении, но в этот день не будет ни пира, ни торжеств, ведь погиб наш любимый Кук, который был с нами с практически самых истоков создания этой колонии, и что бы мы ни делали, как бы ни пытались, колония уже никогда не будет прежней. Не смысла уже искать виноватых. Как так вышло? Чья поле была роковой? Есть закономерный итог. На поле боя остались сотни трупов, и уже стало привычки делать еще недавно дышащим людям профилактику от становления зомби. Никогда не стоит жреть контрольный выстрел в голову. Тело павшего колониста так и оставалось в больнице. Все слишком были убиты горем, и никто не мог даже подумать, что Флавия тоже может восстать. Зоя, испытывая возможную вину за смерть друга, вызывается добровольцем, чтобы отправить Флавию в последний путь. Чувствуя еще не остывшая кровь друга на руках, с невероятным роботом пытается отворить дверь в медотек. Невероятно странно открывать дверь, видеть человека, выглядящего живым. Несмотря на то, что пару минут назад ты сама была свидетелем его остановившегося сердца. Это была всего лишь секундная слабость. Просто мысль, мелькнувшая в голове Зои. Флавия жив? Я не виновата. Он жив. Но этой секунды было вполне достаточно. Зомби Флавия воспользовался замешательством и откусил голову Зои, так и не успевшей ничего понять. Так, колония в этот день без единого выстрела потеряла еще одного колониста. Сева, прибежавший на шум, спасает остатки тела Зои от участи быть съеденной и отправляет Флавию на вечный покой. День 469. Мы создаем андроида Т3 уровня, называем его Локи. Это первый на памяти колонии андроид, обладающий зачатками характера. Мы начинаем задумываться, а не из Детройта ли он сбежал часом. Этот андроид должен заменить Флавию на кулинарном поприще. День 473. Начинается разборка монумента и перья, ведь квест, связанный с этим, был успешно целиком и полностью завершен. День 474. Разборка монумента успешно завершена, а также успешно все были зубры, выселены из зубрятника в наш холодильник. А на их месте был успешно построен гетермальный генератор, питающий наши турели. Вечером империя предлагает задания по принятию 9 заключенных, страдающих гнилокровием. Награду мы хотим получить репутацию с этой империи, которая в последние моменты стремится к минимуму. В частности, из-за их стрельбы по своим. Мы в ускоренном порядке достраиваем необходимые кровати и пытаемся задать максимально благоприятные условия для их здесь пребывания. Лишние бунты никому не нужны. Пока мы будем, конечно же, проблемы с гнилокровием, пытаться решить подорожниками. И в исключительных случаях нормальными медикаментами. И если же вдруг что-то будет идти не так, то у нас на крайний случай всегда есть медпот, которого мы и можем предложить. День 479. Северо-восточного направления на нас нападают рейдеры. Вооружены они только огнестрелом, а за окнами толпа заморит, так что никакой опасности по факту они не вызывают. Но вот есть некоторые вопросы к их действиям. Они подошли к северной части скалы, в которую вгрозена наша база. Проломив там парочку скалистых пород, начинают просто тусить, проведя полдня в танцах и веселье, просто сдаются и решают уйти. Зачем и что это было, нам непонятно. Ясно одно, что нашему чудостроителю Глебу придется броня нит и укреплять там стены, чтобы у подобных рейдеров не было желания больше там тусоваться. День 480. Завершается строительство еще одного Т3 андроида. Можно было сделать и следующий тир, но он требует, к сожалению, ядро ИИ, которым мы не располагаем. Так вот, этот Т3 андроид будет выполнять роль копателя шахтера приносящего ресурса. И звать его Доминик. День 484. Нами были замечены изменения поведения в зомби. Они без причины видимо с голоду начинают неестественно себя вести. Ходячие охотятся на все живое в поле видимости, в том числе и на животных. Непонятно, с чем именно связано изменение паттернов поведения именно сейчас, спустя много лет с начала вируса. Ясно то, что сейчас у нас меньше поводов выходить за территорию паза. А также мы обнаружим, что с западного направления они все это время грызли толще горной породы и начинают постепенно пробираться к нам. Колонисты опасаются, что это может сыграть злую шутку, если туда придут рейдеры. И мы собираемся устроить вылазку и перебить всех зомбарей маленькими набегами. Глеб с друзьями смогли бы укрепить западное направление без особых проблем. Но при первой вылазке все уже сразу идет не по плану. Оказывается, что зомби могут без проблем кусать Т3 андроидов и Т4 суррогатов, коим и является Глеб с друзьями. Причем сражаясь с зомби, роботы целенаправленно теряют все свое оружие и отдают себя на растерзание, что сильно выбивается из плана. Но каким-то чудным образом на всем уже удается отбиться от нападения и сбежать из окружения. Теперь же мы будем знать, что иммунитет к зомби есть только у первого поколения андроидов. А второе и последующие поколения, видимо, слишком вкусные. День 487. Джо, Векс и Доминикс решаются отправиться на вылазку и исследовать древний комплекс, находящийся неподалеку. И уже вечером они прибывают на это место. К сожалению, этот комплекс утыкан ловушками и взрывчатками, поджигающего его. Нам не удается исследовать хотя бы что-либо из-за слишком высокой температуры. Также еще и Векс теряет сознание, находясь в окружении пламени. После чего миссия по исследованию превращается в миссию по спасению. И мы в ускоренном варианте декаем с этого комплекса, так ничего и не изучив. День 488. Наши недоголонисты возвращаются на базу и узнают, что проблемы с гнилокровием у пленников принимают серьезный оборот. Наши запасы медикаментов не были рассчитаны на столь большие потребители. В результате чего мы просто израсходовали все поддорожники. Что вынуждает нас поставить в коридоре между камерами медпот. По идее, узники должны сами хотеть вылечиться, но не все идет, конечно же, по плану. Заставить их мы не можем и вынуждены уповать только на их собственное желание. А желанием быть здоровым, к сожалению, обладают они не все. К концу их срока заключения вылечились всего 7 из 9 заключенных. На то их воля. Возможности были у каждого. Ну а вечером, конечно же, на нас совершается налет. Большая часть наемников самоубилась от зомби, а оставшиеся идут с западного направления. Не без ранений, конечно, но нам без проблем удается отбить этот рейд. Видимо, этот налет вызвал какие-то флешбеки у виска, связанные с Флави. И он решает освободить узников. Из-за чего нам приходится ему на пальцах объяснять, что так делать не нужно. Мы садим его в тюрьму и показываем, что условия для пленников максимально хорошие. И выпускаем под подписку о хорошем поведении. День 491. Прибывает челнок, который забирает горе пленников из нашего поселения. Но так нам и не дали никакой прибавки за то, что почти всех мы их вернули в более хорошем состоянии, чем нам их отдали. День 493. Важное уточнение, о котором мне говорилось раньше. Мы увеличили общее количество использованных серверов для прокачки навыков, просто не акцентировали на это внимание. Для прокачки Т3 андроидов требуется гораздо больше очков, чем для Т1. Благодаря новым серверам удалось прокачивать всех андроидов без исключения. И чтобы еще больше повысить уровень нашего кука, было принято решение дать ему модуль на готовку, что просто ускорило его скорость работы. День 500. И только ночью мы завершаем создание VX3 чипа, который позволяет гипотетическому Глебу управлять сразу тремя Глебами. Но, к сожалению, видимо, мы не успеваем уже установить это в этом прохождении. Вот и минули 500 дней. Было много событий, не так много хардкора, как хотелось бы. Хотя сложностей было немало. Были взлеты, были падения, героические поступки и невероятные тупости. Ну и конечно же невероятные орды зомбарей. Я бы с радостью продолжил проходить эту сборочку. Но есть все-таки вещи, которые отбивают всякое желание проходить и делать это дальше. Во-первых, это сам мод на зомби. Да, с ним было прикольно играть поначалу. Побегали, посражались. Но все же гигантское количество багов, которым сопутствует эта модификация, убивает всю динамику прохождения. Я не показывал это в днях, но тут было невероятно много разнообразных багов. Самые бесящие, наверное, это баги, связанные с оружием и конфликтом модификаций с оружием. Как только колонисты начинают сражаться с зомби, они просто дезинтегрируют свое оружие и им абсолютно пофиг на редкость этой пушки. А учитывая, что все колонисты при любой удобной возможности ищут первого попавшегося зомби, чтобы с ним посражаться в рукопашную, этот баг я считаю существенным. Уже не говоря о банальных андроидов, которые так сильно любят виснуть, причем, как я выяснил позже, по схожим причинам. Не говоря уже о вещах, которые просто берут и пропадают. Нелогичное поведение искусственного интеллекта, которое направляет колонистов на смерть. И что еще можно отнести к программной части, это ужасная оптимизация самой римочки и модификации, возможно, этой самой сборочки. Несмотря на мое плохое железо, римочка не способна загрузить его и наполовину, но тем временем, фпс, который она выдает, недостаточный даже для записи. В большинство моментов игры не было и даже 30 фпс, несмотря на все мои старания. Опять-таки, я не знаю, с чем это связано. Можно долго пытаться выяснить причины, но я опять-таки не знаю, с чем это может быть связано. Во-вторых, уже к 300 дню просела динамика повествования, несмотря на то, что это Кассандр классическая на максимальной сложности. Событие происходит крайне редко и либо не наносит нам урона, либо разносит нам полбаза. Тут есть несколько путей развития событий. Выбрать другого рассказчика, либо пробовать мне Кассандру только без зомби. Что-то мне подсказывает, что причина именно в них. В-третьих. И, наверное, в основных, почему не будет продолжения. Это Империя. Я уже говорил о баге, который произошел с Джо, и что он не может повышать титул. Требуется караван, который не прилетает и нет связанного с этим задания. Есть вероятность, что опять в этом виноваты зомби, хотя тут я не исключаю и мою криворукость. И подытожу все вышесказанное. Можно сказать, что по факту во всем виноваты зомби. А вернее, некачественность разработки этой модификации, ее сырость и прочие связанные с этим проблемы. Если и будет следующее прохождение, злоба, которую я накопил против Империи, хватит, чтобы выплеснуть эту агрессию на нее. И раз как раз мы уже заговорили на тему следующего прохождения, нам нужно сказать, что все это будет зависеть только от вас. От вашей отдачи под этим роликом. Понравится, вам не понравится, и нужно ли делать вообще следующее прохождение. У меня есть в своей голове парочка идей на эту тему, которые могут фигурировать в следующем прохождении. И как только я их сформулирую, то обязательно сделаю опрос в сообществе YouTube. И мы все вместе с вами выберем. Ну, с условиями, конечно же, что вы захотите видеть продолжение. А самый простой способ выразить желание продолжения, это поставить лайк. Вдруг кто не знает. Пусть у этой колонии нет достойного финала, нет грандиозного завершения сезона, зато есть открытая концовка. Я считаю, что она по праву заслужила это. У колонии есть все для того, чтобы существовать и жить до старости. Ведь по-настоящему сбежать от зомбического ада не представляется возможным. Так же, как и не представляется возможным сделать лекарство от зомби. Ну и в таком случае, на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покожий слугам Амору. Еще услышимся.